Игорь Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Вас беспокоит Сергей Веселовский от программы «На самом деле» агентства «Анна Ньюз». Уделите нам, пожалуйста, несколько минут. Слушаю вас. Игорь Юрьевич, к вам как к специалисту вопрос в принципе один. Вот трехсторонняя консультационная встреча в Минске и события в Уэльсе, я имею в виду встречу представителей НАТО и Порошенко, как вы полагаете, насколько серьезное намерение все-таки у геополитических игроков остановить войну на Украине? Или вот как нам наши товарищи объясняют, что это все просто эпизод большой войны, которая только-только в самом начале. Это война США и Российской Федерации между собой. И в ней для агрессии против России сегодня все средства хороши, в том числе и вот такие обманы, как Минская встреча. Порошенко остановил войну только по одной причине. У него не осталось больше боеспособных воинских частей. Все, что было в украинской армии, было брошено в огонь войны. И наиболее боеготовые, боеспособные, укомплектованные бригады были уничтожены. Украина потеряла фактически свою армию в ходе ожесточенной гражданской войны, потому что именно ополчение, уничтожив украинские силы, заставило Порошенко в связи за стол переговоров. Это единственная причина, и не надо иллюзии. Поэтому из НАТО рада было бы, чтобы Порошенко продолжал зачистку Донбасса, но он не имеет из-за этого ни армии, ни других силовых структур. Что касается будущего, в месяц глобальное политическое противостояние сегодня между Россией и Западом идет. В месяц Санкт-Петербурге открывает новую серию военного противостояния с Россией. Это не наш выбор, это выбор, прежде всего, США и западных каталитов. Игорь Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот западная Европа, насколько она сегодня в военном потенциале, в финансовом, готова включиться именно как сателлиты США, именно как наконечник американского копья? Или что-то произойдет, и Европа не включится уж настолько напрямую в это противостояние? Вы знаете, вот здесь самое главное, не нужно напрасных иллюзий, которые заключаются в том, что якобы Европа не хочет, их заставляет Америка. Вы знаете, Европа включается в этот процесс. А пока это делается во многом, я бы сказать, даже добровольно. Это выбор западноевропейских иллюзий. Я работал на форуме, экономическом международном форуме в Польше, который проходил со 2 по 4 сентября, а в том числе участвовал в заседаниях, в дискуссиях, посвященных не только экономике, но и политике. И в дискуссиях, которые были касались военных аспектов существующих проблем, вы знаете, очень сильный антироссийский настрой. И я могу сказать, что вот интеллектуальная элита Европы, особенно те, кто связан с обслуживанием внешнеполитических военных процессов, очень сильно отстроена против России. То есть здесь не будет уже, как бы, такой ситуации, когда была в 2008 году, ну, запад покричит, покричит и признает де-факта то, что Южная Осетия и Абхазия вышли из состава Грузии, и что они здесь и за другого. Здесь именно посыл на войну, посыл на глобальную конфронтацию. И вот этот вот период новой входной войны, продвижения военных баз, в нашем границе создания инфраструктуры издерживания, все это уже запущено. Это серьезно. И это эпоха, в которой предстоит нам, в России. Эпоха маршабной военно-политической конфронтации с Запада, именно с Запада, с Россией. Игорь Юрьевич, значит, вот этот вот, скажем, элемент информационной войны о том, что на территории Донбасса сегодня воюет, оказывается, не армия ополченцев, а регулярные российские части, это даже не украинское ноу-хау, это не придумка украинских политтехнологов, а, так сказать, международный мировой тренд, да, получается? Вы знаете, я не хочу сказать, что это международный тренд, но мнение Западной Европы, мнение западных элит, оно именно таково. Вот на форуме, международном экономическом форуме в Польше, он проходил в городе Крыница, все выступающие говорили о некой гибридной войне, о неком изобретении Путина, изобретении России. И надо готовиться к Западу, отражать именно такую нестандартную войну. Хотя, на самом деле, никто не задавался самым простым вопросом, что Украину истребляет свой собственный народ на Востоке. Я могу сказать, что там же присутствовала и пришла украинская делегация участников. Так вот, когда Максим Шевченко, наш известный политолог, я, в своих выступлениях, называли вещи своими вниманиями, аудитория, особенно вот украинская аудитория, и анти-ротисты, настроенная Западная аудитория, пытались строить наши выступления, пытались заклопывать, кричали, сельцов, с ногами. То есть, они не приемлют другую точку зрения, кроме той, которая уже спормирует, которая господствует. И так вот, сейчас, в том числе, и отрезок. Другой точки зрения, вообще, даже слышать не хотят. Понятно. Игорь Юрьевич, заключительный вопрос. Вот, Ваша, скажем, рекомендация моим друзьям, вот Лени Бондаренко, представителям Коммунистической партии Украины, которые сегодня глубоко задумались, а стоит ли их политическим партиям участвовать вот в этой пародии, называемой «Выборы в Верховную Раду Украины». Как Вы полагаете, есть ли смысл в нацистском государстве, где закручены все гайки, так что резьба уже соскакивает, вообще, вот, партии регионов, коммунистической партии, прогрессивной социалистической партии, идти на эти выборы и принимать в них участие? Вы знаете, «Выборы в Верховную Раду» — это фарт, действительно, от выборов в условиях диктатуры, националистической диктатуры, поскольку сегодня украинский национализм, мы можем совсем что-то сказать, это разновидность современного фашизма. Такая вот гибридная разновидность современного фашизма, которая мутировала вот в это уродливое понятие, как украинский национализм. Поэтому лидичная из нас этих выборов будет грубейшей ошибкой для тех политических партий, которые примут в них участие. Оставаясь на позициях того, что необходимо каким-то образом влиять. Влиять сегодня можно только в том способе. Воистный раскром в правиле. Он начался, но вот этот процесс, как бы, он должен привести к тому, что де-факто и Донецкая, и Луганская народная республика — это сегодня уже независимые государства. В лучшем случае можно говорить о неком подобии конфедерации. Насколько эта конфедерация сложится, и она будет реальностью, пока говорить сложно, но в эвратах прежней, единственной монетарной Украине уже никогда не произойдет. Абсолютно никогда не произойдет. Я думаю, что здоровые политические партии в Украине не должны их отмать участие в этих выборах, они должны готовиться к другим формам, формам не парламентской борьбы, потому что осенью начнется кризис на Украине, экономический кризис. Зимой это государство вообще погрузится в полный край, именно здесь политические партии, которые не принимали участие в выборах для полного рада, должны будут поднять своих сторонников, строили их стартам для того, чтобы действовать, но действовать уже жены в условиях и не парламентские. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Юрьевич, за Ваш комментарий. Всего Вам доброго, удачи, до свидания. Всего доброго. С нами по телефону из Москвы был главный редактор журнала «Национальная оборона» политолог Игорь Короченко. А мы продолжим сегодня информировать Вас о мнении экспертов, о мнении аналитиков. От себя вот скажу то, что я утром написал по поводу новой, так сказать, нации. Укропейцы – самая демократическая и толерантная нация в мире. Геноцид, расстрелы, геляки и ножи только для нелюдей, не понимающих и не желающих принять всю красоту и прелесть интегрального национализма Донцова, помноженного на пещерный нацизм Бандеры. Укропейцы – самые искренние и убежденные последователи одного истинного арийца – офицера подразделения СС Романа Шухевича. Укропеец – это не национальность, чтобы Вы понимали. Укропеец – это онкология головного мозга в самой неоперабельной стадии разрушения этого самого мозга. Так что и не знаю, тратить ли серебряные пули на этих зомби. Я не говорю о всех гражданах, жителях Украины. Укропеец – это существо, искусственно выведенное на 5 миллиардов американских денег, которые засланы были на территорию Украины за вот эти годы незалежности. Поэтому я не знаю, как с ними быть, как с ними бороться, как их лечить. Лечить, наверное, уже поздно. Потому что укропеец – лечить, только тупить. Всего Вам доброго. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok